Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Все мы знаем, что есть Google Translate, но есть же, наверное, что-то еще. А вдруг это что-то лучшее, подумал я и нашел Made Translate. Он есть, например, в магазине Chrome, ну и в Chrome мы его для начала и установим. Вообще он работает, я думаю, во всех браузерах, как и большая часть приложений, хотя я и не проверял во всех. И вот он у нас установлен. В панели плагинов появляется иконка и по клику мы можем вызвать окно переводчика. Переведет ли он это сложное английское слово? Да. Тут, как и во всяком приличном переводчике, куча возможных вариантов. На первом месте самый актуальный. Как он говорит? Говорит здесь она. Вполне прилично говорит. Ну и посмотрим, как он переводит страницы. Если кто не знает, по умолчанию в Chrome есть возможность перевести всю страницу по правой кнопке мыши. А после установки плагина тут еще появляется возможность переводить с помощью Made Translate. Но именно в Chrome это не работает. И это недостаток Made Translate. В Chrome по правой кнопке встроен перевод с помощью Google Translate и, я думаю, не конфликтуют. Зачем тебе Made Translate, говорит Chrome, вот же тебе прекрасный перевод от Google. Не знаю, может это у меня какие-то проблемы, но это и не важно, поскольку этот недостаток обращается в достоинство в любом другом браузере. Я, например, пользуюсь Vivaldi, ссылка на обзор в описании, а в нем нет Google переводчика по умолчанию. Я пытался найти, как его добавить внешним плагинам и не нашел. Возможно, плохо искал, да и не нужно это теперь, поскольку есть Made Translate. Правая кнопка мыши, перевести и вуаля, как пела знаменитая группа Daiti Tank. Сравним с Google переводом и обнаружим полное отсутствие различий, то есть слово в слово. Я проверил несколько раз на разных сайтах и разных статьях везде слово в слово. Опять же не могу отвечать на сто процентов, выборка невелика, но с большой долей вероятности можно утверждать, что сам перевод ничем не отличается от Google перевода. А значит сравнивать эти переводчики по качеству перевода мы не можем. И остается сравнивать по степени удобства. Первый и главный плюс — это установка плагинов в те браузеры, которые не поддерживают Google Translate по умолчанию. Второй плюс — наличие окна переводчика, которое вызывается из панели плагинов, и третий — это перевод отдельных блоков текста. Сейчас я покажу, что это, но сначала про дополнительные возможности Made Translate. Так вы можете закрепить его на отдельной вкладке браузера. Так можно добавить слова в словарь для изучения. Не знаю, насколько удобно таким образом учить язык. Теоретически то, что здесь есть по умолчанию, не самое удобное приложение для изучения слов. Вроде как все должно работать более качественно в связке с Reggie. Я не знаю, что это и не могу узнать, поскольку Reggie есть только под iPhone, а iPhone у меня естественно нет. Поэтому про изучение языка ничего не могу сказать. Ни хорошего, ни плохого. Ну плохо, конечно, что только под iPhone. Поэтому продолжим знакомство, оставив это белым пятном. Переключение в ночной режим есть только в платной версии. И тут история переводов. Далее настройки. Честно говоря, вообще не нашел здесь, что бы можно было поменять. Но может только историю переводов отключить для тех, кто очень не любит любого сбора данных о себе. Хотя нет, вот это важная штука, но показать ее проще всего на переводе блоков текста. Вот это тоже удобно — удалить все данные одной кнопкой. Итак, вы выделяете кусок текста, внизу появляется значок Made Translate, по клику вызывается окно с переводом и переводит он по умолчанию на русский. А если вы захотите перевести русский текст, то он его переведет тоже на русский. Поэтому если вы вдруг планируете переводить на какие-то другие языки, то в настройках это нужно указать. Исходный он определит автоматически, а переводить будет на тот, что вы ему указали. Не думаю, что это недостаток, все-таки чаще всего вам нужно переводить с разных языков на ваш, а значит указать это в настройках нужно только один раз. В общем и целом плагин подходящий, особенно если у вас по какой-то причине нет доступа к Google Translate. Все любите друг друга, вообще наличие всяческих транслейтов напрочь стирает границы и делает нас всех потенциальными космополиты. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.